QR-коды — это как бы капча наоборот. Роботам они помогают, а люди их прочитать не могут. Хотя, если вы читаете их невооруженным глазом, то скажите, когда там уже четвертая матрица выйдет? Мистер Андерсон. QR-коды способны кодировать целую кучу различной информации. Ссылки, текст, контакты из телефонной книги и разных мессенджеров, SSID, пароли для Wi-Fi сетей, координаты, картинки и даже игры. Нет, серьезно, я оставлю в описании ссылку на длинное видео на английском, автор которого записал в QR-код игру размером в полтора килобайта в двоичном виде. Вау. А вот в этом небольшом коде, например, собака зарыта. Стоять, скажете вы. Вместо этой штуки, кодирующей один символ, можно было бы довольно большим шрифтом написать этот же символ раз 9. И да, можно было бы. Но алгоритмическая сложность распознавания этих 9 символов была бы гораздо выше. Доказать я вам это напрямую, наверное, не могу. Но заметьте, что, например, Google Lens нужно отправить ваши данные на большой, мощный сервер к иллюминатам, чтобы распознать надпись. Тогда как сканер QR-кодов спокойно работает офлайн. Да и если бы операция распознавания текста была простой и безошибочной, то сканы книг, которые пиратом ли редактировать, вообще не содержали бы ошибок. К сожалению, это не так. В QR-кодах есть так называемые поисковые узоры. Три квадрата с рамками, по расположению которых можно мгновенно понять расположение и размер кода, а также то, как тот повернут в пространстве или искажен. Тогда как в случае с обычной надписью, Google вынужден пойти туда не знаю куда и распознать то не знаю что. То есть попытаться понять, что является надписью и как она расположена, не зная ничего о самой надписи. Для этого нужно очень сильное колдунство. А для понимания QR-кодов нужно уметь искать квадраты. И все. Более того, в QR-кодах хорошая избыточность. Давайте возьмем и напишем ссылку на Википедию три раза, а потом неудачно оторвем полоску справа. Несмотря на то, что мы сохранили в три раза больше данных, чем нужно, из-за одного повреждения мы внезапно потеряли все окончания ссылок и не сможем их восстановить. Но вот этот оборванный QR-код все еще ведет на нужную страницу, потому что до 30% потерянных данных могут быть восстановлены с помощью имеющихся в коде блоков коррекции ошибок. Принцип работы которых я пока что до конца не понял, но, возможно, расскажу вам в будущем, когда сам пойму. Вот эти четыре кода, например, кодируют одну и ту же короткую ссылку, но с разным уровнем избыточности, а именно 7, 15, 25 и 30% слева направо. Как вы видите, коды справа больше, потому что в них пришлось сохранить больше информации. В описании я также оставлю ссылку на сайт, на котором человек знатно поиздевался над QR-кодами, но большая часть из них после этого все равно распознается. Если, конечно, не поврежденные квадраты по краям. Благодаря избыточности, напечатанные на бумаге и наклейках QR-коды устойчивы к царапинам, пятнам, небольшим дырам и тому подобным повреждениям. Что логично, ведь разработали их для японской автомобильной промышленности в 90-х. В наши дни их свойства позволяют намеренно вносить в коды картинки и надписи, кстати говоря. Мой китайский сканер QR-кодов это шокирует, но более умным приложениям они не мешают. Я надеюсь, что с вопросом «Зачем нужны QR-коды?» мы разобрались. Теперь остается вопрос «Как? Как их читать?» И тут начинается жесть. Я хочу вместе с вами попытаться ручками или лапками расшифровать вот этот код, в котором записано слово «Wissen». Это название канала, на котором вы, по идее, смотрите данное видео. Весь код состоит из квадратов, модулей. Белый квадрат кодирует 0, а черный — единицу. Но далеко не все части QR-кода содержат полезные данные. Так что для начала позвольте мне оранжевым цветом отделить наши поисковые узоры. Мы с вами не роботы, нам они не нужны. Теперь я фиолетовым выделю полосы синхронизации, которые показывают, какой именно ширины и длины модули в коде. А также один модуль, который почему-то всегда оказывается черным. Легендарный темный модуль! Если бы код был побольше, в нем была бы еще информация о версии кода. Она состоит из 18 модулей, значения для которых можно подсмотреть в специальной таблице. Затем, синим, я выделю информацию о формате. Как и информация о версии, она защищена от ошибок тем же сложным образом, к которым производится коррекция ошибок в данных. Поэтому пока что я могу только сказать, что это 14 бит, присутствующие в QR-коде дважды, для которых существуют определенные закономерности. Например, уровень коррекции оказывается в двух первых битах, и два черных модуля означают низкий уровень, именно тот, с которым я и создавал данный код. За уровнем коррекции следуют еще три модуля, расположенных прямо под центральным квадратом левого верхнего поискового узора. То есть вот здесь. Они обозначают тип маски, а значит пришло время разбираться с масками. По сути, маски — это просто кучка шаблонов, которые влияют только на данные, но не на служебные элементы QR-кода. Для получения финального кода маска складывается с изначальными данными с помощью операции EXOR, о которой я рассказывал в видео про двоичную логику. То есть по вот такой таблице. Из черного и белого модуля получаем черный, из двух черных или двух белых — белый. Маски нужны для того, чтобы алгоритму было легче визуально распознать и считать код. При генерации QR-кода генератор пробует использовать все возможные маски и подсчитывать для них штрафные очки, а маска с минимальным их количеством выигрывает. Штрафы начисляются за полоски из пяти и более одноцветных модулей, за группы одноцветных модулей размером 2х2, за колонны и ряды, смахивающие на кусочки поисковых узоров, и за разницу между общим количеством белых и черных модулей в коде. Причем довольно запутанным образом. Хотя маска влияет только на данные, при подсчете штрафных очков учитывается весь код. В операции EXOR классно то, что она обратима, как вы видите по формуле на экране. Так что для получения из замаскированного кода изначальных данных мне просто нужно взять соответствующую маску из таблицы, наложить ее на данные в каком-нибудь графическом редакторе, а затем замаскировать наше поле данных еще раз по названным мной правилам. Маска, которую я здесь нарисовал светло-зеленой, накладывается, начиная из правого нижнего угла, а дальше повторяется в обе стороны, игнорируя служебные части кода, которые заслоняют с собой кусочки маски. В древнем японском пиксель-арт-редакторе, где все это серьезно немного удобнее делать, чем в свежем фотошопе, я наложу на маску слой с данными, нарисованными черным цветом, но с невысокой прозрачностью. В результате мы получим модули трех цветов. Темные модули означают, что в маске и данных встретились две единицы, поэтому я заменю все темные модули на белые, просто повозюков по моим пикселям инструментом для замены цветов. Никакой математики, чистое искусство. Остается только перекрасить остальные небелые модули в какой-нибудь один цвет. Если я не бросил видео на этом месте после всего этого пиксель-арта, результат выглядит вот так. Теперь отсюда наконец-то можно получать полезную информацию. Я разбил часть кода на блоки, идущие змейкой, и сейчас расскажу вам, как у меня это получилось. Все данные в блоках читаются по одной длинной цепочке, вот так. Сначала этот порядок может показаться достаточно хаотичным, а иллюстрация из Википедии трудной для запоминания. Но здесь всего лишь нужно следовать двум простым правилам. Во-первых, начинать из правого нижнего угла влево. Во-вторых, всегда читать модули по горизонтали в пределах блока справа налево. А затем переходить на новый ряд. Сразу скажу, что я выбрал маленький QR-код не просто так, ведь в более крупных версиях с выравнивающим узором появляются блоки очень странной формы и с необычным порядком следования модулей, хотя они вроде бы подчиняются тем же правилам. В каждом блоке первым записан самый старший бит, а последним самый младший. Первые четыре бита, которые я покрасил желтым, означают способ кодирования данных в сообщении. Как я уже сказал, темные модули этой единицы, так что в данном случае способ кодирования это 0100, то есть третий из существующих, байтовый. Его использование означает, что нам достанутся двоичные данные, а интерпретировать мы их должны сами. Причем, скорее всего, но не обязательно с помощью таблицы символов UTF-8, использующейся повсеместно. Это просто один длинный список двоичных значений и соответствующих им символов со своими внутренними правилами. В QR-кодах могут использоваться и гораздо более интересные кодировки. Например, вот такая, содержащая только цифры, несколько символов и большие английские буквы. Она игнорирует границы 8-битных блоков QR-кода и читает все двоичные данные из него кусочками по 11 бит, отвечающих сразу за два символа. Ради экономии одного бита кодирование здесь происходит по вот такой формуле, где C1 и C2 — это коды символов из таблицы. Максимальный код символа — 44, так что максимальное значение кода для двух символов — V — это 2024, а максимальное значение, которое могут хранить 11 бит — это 2047, что очень близко к первому числу. Экономия. Декодирование, как вы понимаете, производится с помощью деления нацелла. Вообще, тип кодирования данных вроде бы может даже меняться посреди QR-кода в целях сжатия сообщений, но я не нашел дополнительной информации о том, по каким правилам это делается. Увы. Ладно. Следующий особенный блок, зеленый, дает нам длину сообщения. Если его прочесть, мы получим 00001100, то есть 12. Мы закодировали 6 русских букв, на которые в UTF-8 тратится по 2 байта, так что все сходится. Теперь мы можем отсчитать 12 блоков и найти третий специальный блок, состоящий из четырех нулей, который я залил красным. Это блок «Конец сообщения». Тот факт, что мы нашли его в нужном месте, означает, что я, наверное, правильно применил маску. И теперь можно зигзагом прочесть наши буквы. Первый блок «11010000». Второй блок «100100100». Переведем их в 16-ричный вид в калькуляторе и получим «D092». В таблице символов этим двум байтам соответствует заглавное русское «В». Ага. Читаем дальше. «11010000». «101110000». Это у нас «D0B8». В таблице символов это прописная русская «И». И дальше мне лень. Нет, серьезно, ну и хотя оставшиеся байты, ничего нового мы там все равно не увидим. Но вы можете прочесть остальные байты сообщения сами, в качестве домашнего задания. Если вам совершенно нечего делать. За блоком конца сообщения, точно такой же змейкой, следуют блоки с информацией для коррекции ошибок. С которой я однажды, наверное, до конца разберусь. И которую мне тоже лень рисовать. К счастью, наш код целый, так что корректировать в нем нечего. На этом все. Да, кстати, я когда-то весьма активно переводил разные мультфильмы в сообществе ВКонтакте ТО Друзей. Из-за проблем с авторскими правами, оттуда многое пришлось удалить и перелить на рутрекер. Но там все равно осталось несколько прикольных мультфильмов и все субтитры. Можете зайти глянуть, ссылка в описании под каждым видео. До новых встреч!